Осторожно, двери закрываются, и трамвай начинает плавное движение по рельсам. Ежедневно Александра Щербакова переводит между Екатеринбургом и Верхний Пышмой сотню пассажиров. Много мониторов, потому что мы все, все должен, должен водитель все контролировать. То есть, начиная вот с того, что мы видим здесь, заканчивая то, что мы видим там. Вагоновая жата Александра работает уже 12 лет. Сначала она хотела водить троллейбус, но потом случайно заглянула в трамвайное депо. Первый раз ела за управление трамваем. Поняла, что вот здесь мое место, и оно вот прям ощущается. Скоростного львенка Александра приручила чуть больше полугода назад. После восьмичасовой смены, насладившись романтикой дорог, она передает трамвайсменщику и вновь садится за руль уже автомобиля. Кстати, права категории «Б» Александра получила намного позже. Безусловно, вообще водить – это мое. Машина, трамвай, неважно что. По признанию, наверное, больше трамвай, чем машина. Но вот без машины тоже как-то… Взрустно что ли? Скучно. В салоне авто она везет самых любимых пассажиров. Александра одна воспитывает двух сыновей и дочку. Признается, совмещать материнство и работу непросто. Каждую свободную минуту она посвящает детям. Любимое занятие – настольные игры. Не остается в стороне и кошка Полина. Шесть, семь, восемь. Покупаешь? Каждый серьезный вопрос решают на семейном совете. Не могу без них. Ну и дети главные мотиваторы, потому что были моменты, когда хотелось бросить. Они поддерживают. Если что им сказал, она это обязательно сделает и достигнет своей цели. Разве найдется вот такая вот стойкая женщина для такой работы? А вечера большая семья проводит подживую музыку. На маминой работе Ева, Максим и Влад – частые гости. Александра проводит им экскурсии по депо и рассказывает о трамваях. Любовью к транспорту уже проникся старший сын. Сейчас парень учится в колледже на автомеханика. Субтитры создавал DimaTorzok